Такой вопрос опять на всех и пожелание. Какой бы образ своей жизни вы могли нарисовать? Мы были однажды участниками семинара, и там был задан такой вопрос. Как бы вы представили, в качестве какого образа вы могли представить свою жизнь? Кто-то представлял ее в виде поезда со станциями. Вот мы тут остановились, здесь остановились. Кто-то ее представлял в виде тропинки в лесу, где там люди идут навстречу, попутчики. А вот вы, как бы вы представили свою жизнь, в качестве какого образ подобрали в своей жизни? Есть у вас какие-то смыслы? Правильно, на вскидку. На что пошли? На библейский. Христос в глаза, а я вот веточка расту, питаюсь от него. У меня, скорее всего, как альпинист, поднимаюсь на гору. Так, и вижу, куда идти, да? Ну да. А, так, ага. А еще? Я парашютист. Замечательно. Почему вы? Я кричу, почему я не говорю. Замечательно. Я курочка по озернушку клюет. Курочка, так. Ты как один говорил, вот я падаю в рай. Падаю в рай, да. Ну вообще, обратите внимание, что у нас у каждого образ все равно идет как-то на достижение нашей цели, опять же, да? Все равно, то есть мы мечтаем о каком-то наслаждении, вот скажем, листочек на веточке лозы. Ну то есть ощущение такого покоя, мира, знаешь, все хорошо. Парашютист летит там вверх-вниз, неважно. Но самое главное, парашют раскрылся. Я знаю, что со мной ничего не произойдет, да? Ну то есть как бы у каждого из нас вот в нашем образе жизни все равно присутствует, ну будем так говорить, хороший конечный... Продукт. Да, продукт и результат. Да. И понимаете, действительно, то, что мы стремимся к наслаждениям, это нормально. И если мы каждый свой образ проанализируем, мы увидим, что вообще действительно мы все туда стремимся. То есть это никто и не отрицает. Ну а теперь давайте посмотрим, что об этом пишет Экклесиаст. Около трех тысяч лет назад он об этом написал. Все нормально, мы все одинаково мыслям. Как он об этом рассуждает, о наслаждениях? Вторая глава, первые 11 стихов. Ну мы будем считать здесь как бы по частям, да? Ну начнем, да. И сказал я в сердце моем, да, я испытаю себя весельем и наслажусь добром. Но и это суета. А в смехе сказал я, глупость, а веселье, что оно дает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придерживался и глупости. Да, коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Вот здесь вот давайте мы сейчас с вами остановимся и немного порассуждаем. Вот опять этот парадокс, да? Придерживаться глупости, руководствуясь мудростью. То есть мы с вами говорили, что в принципе глупость надо тоже понять, в чем она. Но при этом нужно руководствоваться мудростью, чтобы бездумно не пробовать на вкус то, что вообще несъедобно, да? А смех и веселье это вообще глупость называется, да? И суета. Кстати, вы слышали такой вопрос, знаете, такой риторический вопрос? Когда, ну, скажем, люди видят, ну, смеющиеся молодежь и так далее, называют это смехотворством. Вот, и потом, знаете, так риторически спрашивают. А почему это плохого? Они говорят, а вы можете себе представить, чтобы Иисус Христос смеялся? Да, христос. Запросто. Вы знаете, мы с вами говорим запросто. Да, потому что если бы наш Господь был букой, за ним бы не ходили тысячи народов. А где написано, что он смеялся? А где написано, что он брился? Ну, хорошо, он не брился. А где написано, что он расчесывался или умывался? Понимаете, то есть есть какие-то вещи, которые, ну, можно просто логически понять, что если человек бука, за ним народ не идет. Дети тем более. Дети тем более. Дети рвались к нему, да, там даже ученики возмущались, что тут они бегают, да. Дети чувствуют вот эту вот радость и веселье сердца. Поэтому не будем говорить, что... Ну, вот смотрите, в одном стихе исследовать глупость, руководствуясь мудростью, и опять же он говорит, что веселье – это суета. Вот, наверное, для нас это является таким большим показателем того, что веселье просто так – это глупость. Потому что под солнцем это все происходит. Не в том плане, что... Тем более, что веселье здесь, обратите внимание, как-то с вином еще состыкует, да, вот. То есть, когда человек, вот будем так говорить... Принял дозу. Принял дозу, тут уже действительно у него просто такое веселье идет. Потому что здоровое чувство юмора – это, в общем-то, нормальное чувство, правда? Согласитесь. Наоборот, человек без чувства юмора, он не воспринимается как человек здоровый психически. А вот всякие социальные такие анекдотики, особенно когда человек принял, так сказать, да, принял это в вина, как пишет эклесиаст. Вот это уже, наверное, все-таки та самая глупость, о которой написано в Священном Писании. То есть, есть как бы веселье искусственное, а есть веселье, которое идет от радости сердца. То есть, опять, смотрите, одно суета-сует, другое, а как иначе мы сможем показать радость небесного царства? То есть, вот, надо каждый раз смотреть, что имеется в виду. Тут постоянно под солнцем, под солнцем, под солнцем. Вот то, что под солнцем, все суета-сует. Ну, давайте мы будем дальше читать о наслаждении, в котором пишет эклесиаст. И я предпринял большие дела. Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил такие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревьев, приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра, золото и драгоценности от царей и областей, завел себе певцов и певиц и услождение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной. «Чего бы глаза мои не пожелали, я им не отказывал. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моею долю от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делал их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Перечисляя так много всего, «О, да, я и это сделал, и тут, и дома, и виноградники, и слух». Ну, казалось, наслаждайся жизнью. «Да, все так здорово идет, все прекрасно». И последний стих. «А это тоже суета». Знаешь, а мне вот здесь вот интересно показалось, что он себя со всеми сравнивает. Обратите внимание, постоянно идет сравнение, и постоянно в этом сравнении человек выигрывает, выигрывает, выигрывает. «Я и этого стал богаче, я и того был мудрее, и вообще все цари, которые были до меня, они по сравнению со мной». То есть даже конкуренция, казалось бы, вот это соперничество, конкуренция, соревнования. «Желание кого-то обойти, да, на трассе». Нам часто говорят, это же естественно в жизни, посмотрите, все построится на соревнованиях, все строится на сравнении. Пытаться обогнать, первым дойти до финиша. А Экклезиас пишет, что это суета, там лень и дух. Даже это все суета. Ну и что, что я выше всех, ну и что, что я умней, ну и что, что я богач. Суета это все. Интересно, почему? Вы знаете, есть в Евангелии Атеана очень интересный такой показательный пример для каждого из нас. Вот в третьей главе, с 22 стиха, там написано следующее. «А после сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую. И там жил с ними и крестил. Иоанн Креститель тоже крестил в Ионе близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он тоже крестит, и к нему люди идут, он тоже крестит». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему свыше. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, сията радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли, а приходящий с небес выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатляется, что Бог истинен». Вот смотрите, ученики Иоанна Крестителя в Иисусе увидели соперника. Конкурента. Он тоже крестит, как и ты. То есть, вы знаете, это вообще состыкуется с нашей жизнью. Согласитесь, что многие лидеры получают похвалу от своих учеников, последователей, сотрудников, подопечных. И, естественно, растет самомнение, то есть, как бы, ну, это людская, будем так говорить, категория. И что происходит в результате? В результате служение превращается во что? В соперничество. В ревность. В зависть. В интриги. В интриги. Вы понимаете, какая вещь возникает? Ну, смотрите. Но как надо быть осторожными, понимать, что это было, уже там было, и ранее это было. Даже во Христе люди видели соперника. Нет ничего нового вообще. Но смотрите, Иоанн Креститель говорит о своем призвании. Вот 27 стих. Иоанн говорит в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, а я послан перед Ним. Вот интересно, да? Понимаем ли мы действительно наше служение, нашу работу, наше пребывание здесь на земле, как то, что мы должны приготовить стезю для Христа. Не мы работу эту делаем. Говорить о Царстве Небесном, проповедовать – это работа Христа. Мы только лишь готовим для Него стезю. Готовили мы уступить вот эту стезю, уступить кому-то другому. Понимаете? Готовили мы увидеть работу Христа на нашей стезе, а не нашу собственную работу. Ведь это должна быть не наша работа, по большому-то счету, да? Через нас должен работать Христос. Безусловно. Это не наше служение. В церкви, где-то там среди людей – это служение Христа. И поэтому Клисиаст говорит, что если в нас живет соперничество… И не наши пути, это пути Бога. Если в нас живет соперничество – это суета. Грош цена всему тому, что мы делаем, если мы это делаем ради, будем так говорить, возвышения самой себя. Нас на этой стезе. Грош цена тогда – суета это. Потому что, вы знаете, сердце может радоваться достижениям. Ну вот скажи, мечтали поступить в престижный возраст. Поступили. Ес, классно, здорово. Но скажите, как долго продолжается эта радость? До первой сессии. Или вообще минута, а потом просто, ну нормально, я же студент. А первая сессия? Да? Петраж в вокзале не переживает. Говори, то соперничество, оно положительное. Когда из этого соперничества выявляется искусный. То есть, когда, чтобы проявилась искусность. Вот это соперничество нормально. Но соперничество, опять же, Христос действует. Как мы оценим это? Соперничество под солнцем, мысли под солнцем. Я искуснее, чем вас, лектор. Я вот тут стою и вас всех тут вот сейчас могу убедить. Или это все-таки искусность приносит ли это пользу в служении? Дает ли это плод для царства небесного, да? Ну, без искусства. Потому что даже выявить искусность в чем? Для чего все это нужно? Павел, если не ошибаюсь, вы не про соперничество. Он говорил, что в спорах у вас все происходит. И из вас есть искусство. Но в любом случае, смотря на ваши разномыслия, должно быть единство во всем, да? Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Что же, о чем пишет Экклесиаст в этих наслаждениях? Что все эти земные ценности, устремления, если они ради, вот как мы говорим, ради самой медали, это суета, да? И ради, там, я не знаю, поступления в ВУЗ, это суета. Вот что вообще, в конечном, сказать, что в это время в сердце у человека, да? Вот это важно. Что в это время в сердце у человека? Ну, опять же, свое сердце может оценить только я, мое сердце и Господь, больше никто. Но я же оценить не могу, потому что лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Да, все сопоставляем с Писанием, конечно. Можно так сказать, что если все намерения или все стремления, которые человек предпринимает ради собственного эгоизма, они все суеты, все тщетные. А если ради какой-то высокой цели, ну, допустим, ради Бога, да, это все... Вот тоже, давайте подумаем вот насчет эгоизма. Вот, знаете, вот у нас мы говорили, сынишка ходит на фигурное катание, вот он четвертое место занял, там, сейчас весь юношевский. И вы знаете, и когда он вот шел на эти соревнования, он очень пришел, говорит, а вдруг я буду хуже, чем другие. А я вот не смогу, я вот не умею делать вот этот переворот, у меня плохо пистолетик получается. Знаете, он говорит, давай лучше заболею. Знаете, он туда шел, вот он шел с тем, чтобы быть первым лучше. И вот мы понимали, что нужно как-то ему вот помочь по-другому посмотреть на эти соревнования. Мы ему сказали, понимаешь, Миша, это твое первое. То есть вот сейчас ты вот для себя одержал какую-то победу. Вот сейчас ты увидишь вот ты, в чем вырос, лично ты. Вот давайте подумаем, для Бога, что интересно, цель, которую мы можем достигнуть, или какими мы стали в результате достижения цели. Для Бога важно вот именно что, деяние, или какой я стал. Я думаю, и то, и то для Бога важно. Бог любит не наше деяние. Но если я стану какой-то путем деяния какого-то порочного... И если сделала порочный, но раскаялась и поняла, что это порок, это важнее для Бога. Скажите, вот в глазах Господа кто более ценен? Хирург, который сделал успешную операцию, но за большие деньги? Или хирург, который от всего сердца хотел помочь человеку, но не получилось у него? Вот с точки зрения людей первый хирург, но с точки зрения Господа второй. Откуда вы посмотрите на сердце? Потому что он смотрит на устремление, он смотрит на сердце, для него самое важное – на сердце. В идеале, конечно, если результат и первый, и второй совпадают, но мы знаем, что в нашей жизни, к сожалению, какие идеалы бывают редко. Читаете Библию и смотрите. Бог смотрит на сердце, все остальное – под солнцем. Под солнцем первый хирург. Получается, что если я буду всю свою жизнь стремиться что-то сделать, но этого не сделаю, я буду успешным перед Богом? Нет, нет. Если вы в результате этих устремлений стали лучше, духовнее, ближе к Господу, любвеобильнее, читайте пятая глава Галатов. Если вы приобретаете в течение этих неудач, вы приобретаете плоды духа, это более ценно, чем нежели вы успешны в этом деле, в этом деле, в этом деле. Но в результате у вас плоды противоположные. Все ваши темы видят, чтобы доработать деньги и осуетиться. Да, это так. Я просто говорила не о том. Вот известный пример Сонечки Мармеладовой, которая идет на панель, чтобы там прокормить своих братиков и сестричек. То есть у нее-то намерение благое, но деяние само по себе то, которое Бог не одобряет. Даже вот таким благим мотивом нельзя такое деяние оправдать. Но даже Сонечка Мармеладова, тем же самым Достоевским, нам показано, как человек, благодаря которому произошло раскаяние того же самого Раскульникова. Понятно, что Господь усмотрит. Но я считаю, что все-таки Бог кроме мотива, Он еще ждет от нас правильного, праведного поступка. И мы своими мотивами не можем оправдать что-то неправильное, то, что мы делаем в своей жизни. Да, но мотив-то у меня был хороший, мало того, что я этот город трупов наворотил. Но мотив-то у меня был правильный. Об этом и не говори. Это на самом деле так, да. Мы с этим даже и не спорим. Об этом и не говорим. В идеале должно совпадать, естественно. Цель оправдывает средства, мы не согласны с этим. Хорошо. Но то, что Бог смотрит на сердце, это однозначно. То есть, можно сказать, как в случае пророка Еремии. Он 40 лет проповедовал Израилю покаяние. И покаяние так и не произошло. Они все равно ушли в плен. Но Бог ему сказал, чтобы ты проповедовал, чтобы ты произносил истину для них. И что для него это было, скажем, и непросто. Это было его призвание. И вот когда он исполнил это, хотя цель-то была, чтобы они покаялись. Вот когда у него... Да, как раз хороший пример. Несмотря на то, что цель не достигнута, все равно Господь использовал его и видел его сердце. И это нужно было самому пророку? Понимаете? 40 лет, 365 дней, каждый год. И ничего. Но сердце его было устремлено. И вот мы как раз хотим сказать о том, что... Чем мы вообще руководствуемся в нашей жизни, по большому счету? Да, вы знаете, когда мне было где-то лет 14, я прочла такие слова одного философа. Ну, это вот как раз был возраст, когда ищешь смысл жизни, да? Я помню наши слова одного восточного философа, по-моему, даже Синека. Ой, не Синека. Не вспомню сейчас. Значит, слова восточного философа. И, значит, там такие слова. Завтра, оно все время рядом, оно шагает с нами всю жизнь и никогда не наступает, превращаясь в сегодня. Мы никогда не узнаем, что такое завтра, но с радостью ждем его прихода. То есть, знаете, я вот их прочитала, и они у меня, кстати, до сих пор вот в памяти сидят. И я помню тогда, они у меня настолько вот запали в сердце, я впала вообще в депрессию. Вообще, какой смысл жить, ради чего жить, если оно никогда не наступает? Вообще, какой смысл жить, вот эта философия какая? Удел человеческой жизни ждать то, что никогда не наступит. Что за удел такой? Это вы еще были неверующие. И вот я 16 лет с этим жила, 16 лет. И когда мне исполнилось 30 лет, я пришла к Господу. И вы понимаете, и вот тогда вдруг вот все встало на свои места. Вот сегодняшний день, он имеет смысл, есть только миг, да, поется песня. Вот этот миг, и вот он имеет смысл. И он имеет огромный смысл. Вот это то, что наступило, это то, что влияет на будущее. Вот, и знаете, и сейчас, когда нас спрашивают, ну вот даже тот же самый страх смерти, да, я думаю, многие из вас это переживали. Вера в Бога, она освобождает от этого страха. Уходит от пессимизма, начинает действительно понимать, что смысл жизни совершенно в ином. Ну, опять же, каждый из нас сам выбирает, чем нам вот руководствоваться, да, в жизни. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok